МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оторвал себе лакомый кусок земли. Чужой в собственном доме, как ветеран, остался без жилья и оказался квартирантом в родных стенах. Вышли на след, егеря приступили к лесной переписи, что им помогает найти маршрут. И переворот рок-музыки планеты отмечает Всемирный день Битлз, как легендарную группу вспоминают в Казани. Мечети Олихлас все-таки закрылись. Сегодня рано утром помещение оцепили силовики, подъехала строительная техника. Находившимся в здании прихожанам предложили добровольно покинуть мечеть, но согласились не все. Оказавших сопротивление отправили в отделение полиции, а духовное правление мусульман уже готовится открыть на этом месте другую мечеть. Вход в мечеть теперь перегораживают бетонные плиты. К моменту приезда полиции в здании находилось больше десятка человек. Если не будут выполнены законные требования сотрудников полиции в отношении сопротивляющих зубов и аналитической силы... Но покинуть помещение добровольно решили не все. Оказавших сопротивление выводили силой. Все находившиеся в помещении лица были выдворены из здания мечети. Мужчины были задержаны и доставлены для составления протокола об административном правонарушении в отдел полиции «Гвардейский». При осуществлении доставления специальные средства и физическая сила не применялись. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Материалы для рассмотрения направлены в суд Московского района города Казани. Эта мечеть в помещении бывшей котельной находится с 2004 года. Тогда здание отдали в добровольное пользование. Предполагалось, что арендаторы приведут его в порядок, но до сих пор не подключили свет, воду, тепло и канализацию. Жители неоднократно жаловались на антисанитарию вокруг. После проверки Роспотребнадзора были выявлены нарушения и наложен штраф. Плюс к этому всему изменилось здесь еще законодательство, что продление договора безвозмездного пользования осуществляется по новым правилам, в связи с чем мы уведомили пользователя о необходимости представить соответствующий документ. Мы предупредили, что в случае непредставления документов договор будет расторган. Месячный срок истек. Мы уведомили о том, что договор расторгаем в доставленном порядке, и попросили освободить помещение. Одно крыло здания находится в пользовании Духовного управления Мусульман Республики. Часть своих документов они уже отдали на переоформление. Как только все документы будут собраны, представлены в соответствии с требованием Комитета земельных и мунистерства отношений, оформление начнется полностью для передачи Духовного управления Мусульман Республики Татарстан. После чего они приступают к реконструкции мечети. Сейчас Дум Республики готовит всю необходимую документацию. Городская администрация передает это здание введение в Духовное управление Мусульман. В здании будет проведен ремонт, отремонтированы все необходимые коммуникации, все, что необходимо, будет подведено. После этого здание также продолжит свою деятельность в качестве мечети. Как будет называться новая мечеть и кто станет ее имамом, решат позже. По словам представителей исполкома Казани, сейчас в городе переоформлением документов занимаются около 10 приходов мечетей. Светлана Салманова, Наталья Колюшкина, Екатерина Кудинова, Адель Миндубаев и Марсель Кадыров. Вести Татарстан. Бесхозный, бесценный участок. Всем муниципалитетам нужно провести межевание земель. Такую задачу поставили сегодня на совместной коллегии кадастровой палаты и управления Росреестра. Оказалось, государство не закрепило документально права на многие природоохранные зоны. Этим особо предприимчивы Татарстанцы и воспользовались. Земля, казалось бы, формально госсобственность, но на деле на нее нет никаких документов. Так что люди занимают пару гектаров и строят, к примеру, там дачи. Собственник может предъявить документы 20-ти летней давности, а проводить экспертизу на подлинность в этой службе права не имеют. К тому же у таких документов нет обратной силы, поэтому собственность регистрируется. Ваши работники, это злова. Эти люди должны быть жестко наказаны, потому что таким образом вообще Боровецкого леса скоро не останется. И Голубого озера не останется. В данном случае вы должны признать, что вы конечная точка, и вы можете это или зарегистрировать, или остановить. Сомнительные вещи надо было остановить. Вы не остановили. Ваш человек, который сделку сделал, значит, или он очень добрый, или он имел какие-то услуги. Татарстан с двухдневным визитом посетила делегации Волгоградской области во главе с губернатором Сергеем Баженовым. Знакомство с республикой делегация начала прямо с аэропорта. Гости осмотрели новый терминал, оценили масштаб работы во дворце водных видов спорта и на стадионе Рубин. Побывала делегация в агропромпарке, технополисе Химград, там ознакомились с продукцией компании «Денофлекснано». Разговор о новых технологиях, о перспективах сотрудничества продолжился в Кремле. Президент республики Рустам Мениханов встретился с губернатором Сергеем Баженовым. Договорились, что товарооборот, доля которого на сегодняшний день не так высока, увеличит. Большое внимание во время встречи уделили проблеме энергосбережения. Энергосбережение является неким основным фактором нашей будущей конкурентности и возможности быть на рынке. Мы имеем уже третью программу энергоресурсосбережения. И определенные такие же программы есть в Волгоградской области. В свою очередь губернатор Волгоградской области поделился впечатлениями о Татарстане. Особое внимание Сергей Баженов уделил агропромпарку и назвал его социально-политическим проектом. Я был приятно поражен, потому что такого в стране сегодня нет. Это по сути была моя мечта и это меня даже приятно удивило больше, чем стадион. То, что товаросельхозпроизводителям дается такая колоссальная возможность в реализации своих идей и продукции, что гражданам дается возможность приобретать продукцию напрямую, минуя посредников. Ветеран отвоевывает право на собственное жилье. Житель поселка Столбейща Лаишевского района вдруг выяснил, что он вовсе не владелец собственного дома. Как пенсионер оказался теперь по сути гостем в жилье Снохи, выясняла Эльмира Заляева. На нервах не могу терпеть сейчас. Мирную ветерану Великой Отечественной войны жизнь перестала быть больше года назад, когда Леонид Михеевич узнал, официально он бездомный. Родные стены, в которых пенсионер с семьей прожил 30 лет, по документам стали собственностью соседки, бывшей Снохи. На улице его не выгоняют, но большую часть времени Леонид Макаров проводит в больнице. Простепенно человек выживает. Тепло выключилось с Наха, ушло куда-то. А это не первый случай. Я говорю, ухожешь ты, тепло, ты не выключайся. Сейчас ведь не лето. В 2011 году, в ноябре месяце, нет, в октябре, я до них просто... И мне еле довезли этот РКБ, вот такой имани. И лежал в реанимации четыре дня. Дом Леонид Макаров перевез из Нурладского района. В столбищах оформить землю на себя не смог. Пришлось регистрировать участок на Сноху. Постройку сразу разделили на две части. 20 квадратов Макаровой забрали себе, 40 отдали для жизни молодым. Сделали даже разные входы. С советских времен дом считался двухквартирный. В прошлом году выяснилось, на две квартиры одна хозяйка. Естественно, сразу же обратились к ней, позвонили, сказали, что произошла ошибка. Вам необходимо переделать документы, на что она наотряс отказалась и рекомендовала нам обратиться в суд. Первый раз в Лаишевском суде дело проиграли. Теперь снова обратились с иском признать половину дома собственности Леонида Макарова. Судиться уже бывшая жена сына Любовь Макарова не отказывается. Дом оформляла официально. Его никто не выгоняет. Я ему и на завтрак ношу еду, и на обед. Он живет спокойно. Кому-то нужна площадь его. Договориться мирным путем у родственников не получается. Потому станет ли Леонид Михеев хозяином половины дома, теперь решать только суду. Слушание назначили на 24 января. Эльмира Заляева, Адель Медубаев, Вести Татарстан, Лаишевский район. В Татарстане прочесывают леса в поисках животных. А если быть точнее, пытаются выйти на их след. Фигеря вышли на перепись. По зиме считают представители 18 видов. Это кабаны, зайцы, белки, лисы и даже рыси. В поисках помогает и спутниковый навигатор. Венера Мухаммедова проследила за тем, как ищут наследивших. След рыси. По всей видимости, след не очень большой. Это самочка. Она идет вглубь леса. И по всей видимости, след очень свежий. Потому что сегодня была пурга. Вчера мы приезжали, следа не было. Выйти на след рыси – большая редкость. В западных районах республики хищник скорее гость, чем постоялец. Зато тропа кабанов кормушкам не зарастает. Очередной пир состоялся накануне. Шесть, семь, да, семь, восемь голов. Егерь пересчитывает животных с высоты, забираясь на дозорную площадку во время сумерек. Но в первую очередь смотрят на следы на земле. Перед тем, как приступить к учету, заметают следы. Еще вчера, в это же время, здесь прошел снегоход и выровнял полотно. Уже сегодня почти по горящим следам можно определить, кто пересек протаренную дорожку. Как записал егерь, среди таковых одна лиса и три лося. Но не все следы идут в учет. Только те, что находятся вплотную к проложенной тропе. Или если животное пересекло намеченный егерем маршрут. Не сбиться с него переписчику помогает спутниковый навигатор. Техника фиксирует начало и конец пути. Это позволит добиться более точных данных. Пока эксперты готовы озвучить только прогнозы. Имеются небольшие падения, небольшие возрастания численности в те или иные годы, в определенные периоды. Но в последние годы, конечно, нас больше всего стало беспокоить. Это не исчезновение, сокращение некоторой численности зайца-беляка, сокращение численности рябчика. Лесная перепись завершится в конце февраля. В результатах заинтересованы обе стороны – и егеря, и охотники. Найденные следы приведут к новому сезону 2013. Именно по итогам утверждают лимит добычи. Венера Мухаммедова, Адель Миндубаев, Динар Ганиев, Вести Татарстан, Зеленодольский район. Весь мир сегодня слушает Битлз. Такой праздник на планете начали отмечать с 2001 года. Казань не стала исключением. В музее соцсбыта крутят пластинки известной ливерпульской четверки. Какие еще раритеты по этому случаю достались за кромов? Узнаем у Екатерины Кудиновой. Битломания проникла в СССР в 60-х благодаря таким приемникам и пластинкам. Уникальный отголосок того времени есть и в Казани, в зале рок-н-ролльной славы. Здесь более 70 гитар, подписанных звездами, 99% из которых появились под влиянием ливерпульской четверки. Это такие имена, как Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие. Феномен Битлз просто перевернул жизнь целого поколения советской молодежи. Из школьных парт выпиливали вот эти вот корпуса гитар. В магазинах юный техник покупали проволоку для авиамоделирования и делали струны. Это штативы для школьных карт, которые превращались в стойки для микрофонов. Вместе с английским квартетом появилась не только совершенно другая музыка, но и новая мода в одежде, стиле поведения, общение. Это история Битлз в России и в Америке очень разная. Но есть такой связь, и я это нашла здесь. И поэтому я очень люблю этот музей. И это мой первый раз в день Битлз. Я никогда не знала об этом. Впрочем, Битлз здесь звучит регулярно. Каждое воскресенье в музее проходит квартирник. И зачастую такой домашний концерт не обходится без мелодии всемирно известной ливерпульской четверки. Екатерина Кудинова, Марсель Кадыров, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан. Мы продолжаем идти навстречу универсиаде. Сегодня Евгений Евневич расскажет о том, какой рекорд Казань успела побить еще до начала всемирных студенческих игр. Сегодня универсиада – это большой праздник спорта. Например, игры в Казани соберут более 10 тысяч спортсменов. Но на заре подобных соревнований все было иначе. В Турине в программе первые летние универсиады боролись за медали лишь в семи категориях. В водном полу, баскетболе, волейболе, теннисе, легкой атлетике, плавании и фехтовании. Потому и участников было всего чуть меньше тысячи. За всю историю студенческих игр бывало и такое, что соревноваться приходилось только в одном виде спорта. Случилось такое в 1975-м, опять-таки в Италии. В Риме универсиада стала университетским чемпионатом мира по легкой атлетике. Прошла она в рекордные сроки всего за три дня. Тем не менее, в вечный город приехало почти 500 спортсменов из 38 стран мира. На универсиаде в Казани будет побит новый рекорд – 27 видов спорта. Такого никогда не было. Притом в пяти категориях медали будут разыграны впервые. Уникальными для университетского спорта станут соревнования по боксу. А вот включение в студенческую семью синхронного плавания, самбо, регби, семи, борьбы на поясах – спортивная хитрость. Именно в этих видах сборная России, в составе которой немало татарстанцев, лучшая в мире. Ну а сейчас узнаем о том, какую погоду синоптики нам обещают завтра. Субтитры создавал DimaTorzok В Казанском цирке Королевское водное шоу «Звери и птицы» пяти континентов. Это все новости к этому часу. В итоге дня подвезет Олег Сафиканов в час 15. Далее – федеральные вести. Хорошего вам завершения дня. Берегите себя. Увидимся на канале России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok